КОРПОРАТИВНЫЙ БРЕНД МАН Начинается в городах Южной Германии, Аугсбурге и Нюрнберге. Именно там началась история бренда МАН. История МАН уходит своими корнями в XVIII век, век бурного развития германской промышленности. В 1898 году случилось главное событие в истории МАН. Верангте Машиненфабрик Аугсбург и Машиненбау АГ Нюрнберг объединились в машиностроительную компанию Машиненбау Гезельшафт АГ Аугсбург. Это предприятие ранее производило паровые машины, железнодорожные вагоны и конструкции для мостов. Предприятие, возникшее в результате слияния, было известно под названием «Ферангте Машиненфабрик Аугсбург и Машиненбау Гезельшафт Нюрнберг АГ». Проходит 10 лет, прежде чем длинное название меняется на более короткое «Машиненфабрик Аугсбург Нюрнберг АГ Аугсбург» или сокращенно «МАН». Именно так, с точками после каждой буквы, будет писаться это название вплоть до 80-х годов XX века. В 1915 году немецкая компания МАН и швейцарская компания Заурер создали совместное предприятие. Поначалу предприятие находилось в городе Линдау, в одном из красивейших городов Германии, на берегу Боденского озера. Там началась история производства грузовиков и автобусов марки МАН. В основном, первые грузовики поставлялись пивоваренным и мукомольным заводам, строительным предприятиям, коммунальным и пожарным службам. Это свидетельствовало о высокой отраслевой ориентированности и профессиональной инженерной компетенции. В 1916 году производство грузовых автомобилей и автобусов было перенесено из Линдау в Нюрнберг. В 1918 году компания Заурер выходит из совместного предприятия. С 14 ноября 1918 года предприятие приобретает название МАН Ластфагенберке. Компания МАН также демонстрирует свою инновационную мощь и в производстве автобусов. МАН – первый производитель, представивший низкопольные автобусы с низкорамным шасси собственной разработки. До этого момента для сборки автобусов использовали то же шасси, что и для производства грузовых автомобилей. Компания МАН представила первый в мире дизельный двигатель с прямым впрыском, адаптированный для использования в грузовых автомобилях и автобусах. Новый двигатель был способен сократить операционные издержки на 75% по сравнению с обычным карбюраторным двигателем. В 1955 году линии по производству грузовиков и автобусов МАН были перенесены на новый объект компании в Мюнхене. Завод в Нюрнберге стал центром компетенции в области моторостроения. Компания МАН до сих пор активно занимается разработкой и совершенствованием двигателей. В 2002 году компания МАН закрепляет свой статус законодателя стандартов на рынке и презентует принципиально новый тип двигателя с Common Rail. В настоящее время D-38 считается одним из лучших дизельных двигателей во всем мире. Он был удостоен премии Diesel of the Year 2016. Компания Neoplan вошла в состав концерна Neoman Bass Group как марка премиум сегмента на равных правах CMAN Bass GmbH. Продолжение следует...